Дрессировка без физического контакта. Собаководы и парламентарии Якутии обсудили изменения в федеральный закон. Год добровольческого движения в России Егор Борисов оценил работу волонтеров Якутии. В Иордань могут окунуться все желающие. Владыка Романа светил крещенскую купель. Депутаты Госдумы хотят внести изменения в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в части предотвращения жестокого обращения с животными. Законопроект запрещает физический контакт животных при дрессировке собак. Притравка может осуществляться, например, через стекло или сетку. Против данных изменений выступили заводчики собак Якутии. Они считают, что запрет контактной притравки собак может поставить крест на племенном охотничьем собаководстве, а также привести к необратимым последствиям. Люди могут лишиться скота и даже своих жизней. Каждый хозяин этой станции, я думаю, он заинтересован, чтобы этот зверь был у него и дальше. Он будет халить или леять своего зверя. А вот насчет бесконтактной притравки могу сказать следующее, что при испытаниях и тренировках учитывается, во-первых, в первую очередь чутье, смелость, манера облаивания и слаженность для пар в работе. Более 140 добровольцев собралось на встречи с Егором Борисом в Якутске. В регионе насчитывается более 6 тысяч волонтеров. Среди собравшихся были представители корпоративного волонтерства, волонтеры-медики, волонтеры-студенты, волонтеры, оказывающие помощь детям, бездомным животным и многие другие. Добровольцы разных сфер творят добрые дела, организуют благотворительные акции и акции добра, активно участвуют в жизни республики. Так, за 2017 год, помимо локальных акций, волонтерским движением в регионы реализованы мероприятия республиканского масштаба. Хочется, конечно, чтобы в этом плане у нас шла более серьезная подготовка в плане работы ресурсных поддерживающих центров для волонтеров, для того, чтобы можно было развивать какие-то компетенции, для того, чтобы, несмотря на то, что много трудностей с регистрацией юридического лица, все-таки создавать юридические лица, для того, чтобы получать грантовую поддержку, для того, чтобы можно было привлекать большее количество людей к этой деятельности, потому что, в принципе, в этом есть основа патриотизма, по сути дела. То есть, быть хозяином на земле, быть патриотом своей республики, быть патриотом своей школы, своей организации, своей семьи, это очень здорово. Якутия стала лидером по индексу развития человеческого капитала на Дальнем Востоке. Подготовлен индекс развития в субъектов ДВФО, который отражает оценку качества жизни, а также демографическую и миграционную ситуации. По итогам расчетов, лидерами итогового рейтинга стали Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. Рейтинг республики в 121,5 баллов достигнут за счет первого места в группах количества населения и качества человеческого капитала. Якутия – один из тех немногих российских регионов, где даже в самые сложные годы сохранялся естественный прирост населения. Егор Борисов встретится с главами муниципальных образований. В эти дни в столице проходит седьмой внеочередной съезд Ассоциации межмуниципального сотрудничества, в котором принимают участие более 450 делегатов. Для многих поселений актуальным остается вопрос по обеспечению пожарной безопасности. К примеру, в отдаленном селе Тополина Тампонского района оставляет желать лучшего не только материальная база малой пожарной части, не оснащена должным образом и добровольная пожарная дружина. Справиться с этой задачей своими силами поселение не может. Напомним, 12 января в селе Тополина в результате пожара в многоквартирном доме без крова остались 12 семей. Очень сложно тушить дома, которые обшиты этим профлистом. На них невозможно производить, проводить вот эти пожаротушения. У работников пожарной части отсутствуют средства защиты органов дыхания. Они внутрь зайти не могут. Но это не положено по стандартам, по всем нормам, потому как это малая пожарная часть. Такие спецснаряжения, все вот такие средства защиты, они предусмотрены только в больших городах с большим населением, с многоэтажными домами. После выхода в эфир сюжет о том, что в Нюрбе подтапливают дома канализационными водами, надзорными органами предприняты меры реагирования. С подробностями наш корреспондент. Прокуратура Нюрбинского района в настоящее время проводит проверку территории 4-х квартирного дома по улице Энергетик, а также соблюдение своих обязанностей, в деятельности управляющей компании. В ходе проверки установлено, что септик переполнен в результате замерзания обратного клапана резервной емкости. Прокуратурой района в адрес руководителя указанного юридического лица внесено представление. Кроме того, к проведению проверки привлечена Нюрбинская инспекция охраны природы, которой приняты меры к изъятию образцов грунта и воды. За разъяснением по данному вопросу также обратились к службе эксплуатации к городским хозяйствам. Основной причиной являлся задержка субсидий, поэтому управляющая компания своевременно не откачала содержимое септика. Жителям данной квартиры окажут практическую помощь о взыскании причиненного материального ущерба. Основная причина задержка субсидий. Они пятый месяц, говорят, не получают субсидий. Поэтому мы сегодня, как я уже говорил, провели совещание и разберемся. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований из законодательства управляющая компания по результатам проверки привлечена к административной ответственности. Лена Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нерба. К другим темам. В день крещения Господня по всей стране традиционно пройдет народное шествие, называемое крестным ходом. Затем верующие отправятся к освященным водам купели, чтобы окунуться в них. По поверью, так можно очиститься от грехов и обрести духовное равновесие. Но безопасно ли для здоровья купание в ледяной воде и как оценить возможности своего организма, знает моя коллега. На улице минус 50, но удачницев это не останавливает. Верующие уже готовятся к крещенским купаниям. Для кого-то это не более чем забава. Кто-то относится к таинству очищения от грехов серьезно. У представителей экстренных служб на это свое мнение. Во-первых, нужно раздеваться постепенно. То есть охлаждение должно быть постепенным. Сделать несколько упражнений для согревания мышечной системы. И входить в воду тоже постепенно, не резко. И не более 1-2 минут находиться в этой холодной воде. А после этого сразу, конечно, нужно теплые вещи, теплый воздух, может быть, кому-то и горячая ванна. Медики говорят, идеально, если вы закаляетесь постоянно. Если же вы ныряете в ледяную воду один раз в год, для организма это сильный стресс. Поэтому перед купанием рекомендуют оценить свои возможности. Моржевание готовится до 5 лет, чтобы стать профессиональным. А любители, вот эти разовые купания, крещение – это разовое купание, правильно? И это стресс для организма, как считаем мы медики. Вполне здоровых людей у нас нет. У каждой имеется заболевание сердечно-сосудистой системы или мочеполовой сферы, инфекции какие-либо. Даже вполне здоровый человек, не подготовившись, испытает стресс. Интересный факт. При окунании в проруби температура тела может вырасти до 40 градусов. Поэтому врачи советуют лучше не нырять с головой. Так снизится нагрузка на сосуды головного мозга. Это здорово! Однозначно медики против употребления алкоголя, а перед крещенским купанием тем более. Конечно, купание в нетрезвом состоянии это очень противоречит. Во-первых, человек уже в таком состоянии не может сообразить, какая реакция может произойти во время купания. Он может окунуться, и могут быть судороги, может быть сердечная недостаточность. Он не сможет вовремя сориентироваться и предпринять какие-то мероприятия. Поэтому купание в нетрезвом виде не рекомендуется. Ну вот смываются ли крещенской водой грехи и является ли купание неким таинством, на этот счет у православной церкви свой взгляд. Эта традиция обросла очень множеством суеверий различных. В частности, одно из них, это то, что через окудание в эту воду святую человек получает прощение грехов. Эта церковь этого не признает, и никогда об этом не говорила. Это лишь такое суеверие. А народная традиция, она не имеет, может быть, никакого значения негативного. Это хорошая, положительная традиция, которая связана с праздником крещения. Но при этом это, я скажу так, что это не церковный обряд, и не церковное, тем более, таинство. Многие верующие считают, что купание в проруби во время крещения для настоящего православного это большое благо. Чтобы оно стало таковым, медики и спасатели советуют взвести все за и против окунания в ледяную воду. Ирина Балкова, Денис Еротин, Александр Дамонтович, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Информация про отмену крещенской купели не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Марии Якуцко. Центральная купель открылась уже сегодня на территории Зеленого луга. Владыка Романа светила ее, и теперь в Иордань могут окунуться все желающие. Развернуто 8 палаток, каждая из которых может одновременно вместить до 150 человек. Лагерь будет функционировать до 9 утра 20 января. До территории Зеленого луга курсируют специальные автобусы. И последние жители Ленска спасли замерзающего ворона. Семья Медведевых нашла обессиленную птицу рядом с домом. Ворон долго не мог отогреться, летать он не может, повреждено крыло. Семья отвезла ворона на станцию юных натуралистов. Это не единственный случай спасения замерзающих птиц. Месяц назад жительницы Ленска был спасен ястреб. Его подстреленного из пневматического оружия она привезла на станцию Юнатов. Здесь пернатому оказали должный уход. Нам поступил звонок от жительницы поселка Северного о том, что найдена птица. Непонятная, то ли ястреб, то ли сокол с подбитым крылом. Скорее всего, был произведен выстрел из пневматики, чем было повреждено крыло птицы. Когда нам ее доставили, она была в плачевном состоянии. Дальше, как мы выяснили, это оказался ястреб-перепилятник, который живет в дикой природе. В домашних условиях их в основном никто не держит. Проживает он у нас до настоящего времени. Чувствует он себя прекрасно. Почти прошел процесс реабилитации. Крылышко пока еще не действует, потому что было атрофированное. Планируем с наступлением весны его отпустить в живую природу. Но пока мы его отпустим в большой сарай, чтобы посмотреть, сможет ли он взлететь. Если сможет, то, естественно, мы его отпустим. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей сегодня в 20.44. Водозабору в Якутске быть. Водоканал нашел средства, недостающие для завершения строительства. В год волонтерства, объявленном в России, Егор Борисов встретился с добровольцами республики. Купель в столице региона осветили впечатления жителей, окунувшихся в прорубь. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК САХА и САХА24. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова